Домашние яйца Проверить свои знания в этом вопросе пришли мои друзья Самбел Адамян и Женя Поливода. Встречайте! Такое хорошее предпраздничное время и здорово, что мы собрались. Считается, что домашний кулич пасхальный будет вкуснее и пышнее, если использовать домашние яйца. Но то, что под видом домашних могут продавать фабрично, это даже не всем известно. Я с ужасом узнала об этом от моей подруги. Она увидела, как на рынке женщина покупала яйца в одном конце рынка, потом шла в другое место и перепродавала. Причем там продавались фабричные, а здесь она уже выдавала их за домашние. Ребят, вы сумеете отличить домашние от фабричных? Запросто. Я в этом вопросе профи, потому что я обожаю мамин домашний кулич, но мама его меня учила не только, как готовить, но и как выбирать домашние яйца. Яйца должны быть немножко загрязненные, они должны быть в помете и обязательно зачастую продает их на рынке бабушка пожилая. Мы всегда с мамой спрашиваем. Мы не боимся переплачивать, потому что вкус стоит того. Самбел, а ты как? Ой, хитрое у тебя лицо. Небось уже какая-то история всплыла. Я вырос в селе, у нас было много курей, и естественно, я знаю, как выглядят домашние яйца. И я сам обожаю печь куличи на Пасху. У меня много разных рецептов, я каждый раз экспериментирую. Но остается неизменным один ингредиент, это домашние яйца. Потому что вот именно с домашними яйцами тесто поднимается, и оно имеет такой настоящий вкус. Поэтому перед тем, как печь Пасху, я иду на рынок и устраиваю такой, знаешь, как детектор брехни на рынке. Я начинаю спрашивать, а чем вы кормите курей, допустим? Мы у вас свои, а сколько курица яиц несет? Какой расцветки. Мне даже одна женщина сказала, ну до двух десятков в день. Хорошая курица. Я говорю, что за вас за монстр, там курятники, следить, что выплевываю яйца. Курица несется, ну, через день. Это в лучшем случае. Вот она снесла яйцо, через день еще одно. То есть ты проверяешь знания продавцов, сверяешь их со своими. Да. Вы видите, что у нас есть пять корзин с яйцами. Какие из них домашние, пока неизвестно. Но домашние яйца только в одной корзине. И очень скоро здесь появится пять наших с вами друзей, которых вы прекрасно знаете. Сегодня они выступят в роли продавцов яиц. Причем изначально все эти продавцы яиц будут утверждать, что яйца домашние. Ну да, зазывали такие. А ваша задача, проявив свои знания и опыт, применив все, что вы знаете о выборе домашних яиц, разоблачить недобросовестных продавцов. Делаем. То есть в три этапа вам нужно будет отсеять тех продавцов, которые выдают фабричные яйца за домашние. В финале останется два продавца. Если вы, конечно, дойдете до финала, то есть дадите все правильные ответы. И вот в финале вам нужно будет просто выбрать того человека, который продает настоящие домашние яйца. А что же будет, если вы дадите все правильные ответы? Да. От меня подарок. Пасхальная корзина. И не пустая. Для вас. Ну что, готовы встречать продавцов яиц? Вы будете очень удивлены. Прошу, господа. Константин Грубич, Михаил Присижнюк, Сергей Калинин, Тимур Мазур и Аллочка Калинин. Грубич, настоящий продавец. Здравствуйте. А сразу интересно, вот наверняка же среди вас есть кто-то, кто действительно когда-то продавал яйца. Алося, кто бы сомневался? Я продавала все. Так, а ну разойдите. Я же понимаю, она продавала все, а я делала, чтобы ей ничего за это не было. А кое-кто, я имею в виду Тимура Мазура, больше на мясника все-таки похож. Ну а то, что касается яиц, мне приходится с ними ежедневно встречаться и дружить. Кстати, ребята, это же человек, который съедает 40 яиц в день. Божечки. Костя, ты в своих кулинарных путешествиях по Украине, наверное, видел столько домашних яиц. Я так уже надавился на те яйца. То кулинарные подорожи, то пив справы. Але я ж дослеживал яйца. И в лабораториях, и на птахофабриках, и дома у бабуси был. То есть мои продукты, это найкраще из того, что тут есть у кошек. Я гарантурую. Попросим, попросим, Костик. Это вам про ваше. Сережа, скажи, пожалуйста, где-нибудь в мире из тех стран, в которых ты бывал, где-то еще ценят настолько домашние яйца, а не магазинные, как у нас? В некоторых странах, по большому счету, есть только домашние. Правда? Да. Каких-нибудь Перу, Боливия. Там все очень в этом смысле просто. Но так как ценят у нас, еще надо поискать, это правда. Ребят, вот сейчас, глядя на продавцов, даже не на яйца, вот на них, у вас кто больше всего доверие вызывает? Аллочка. Аллочка. Аллуся. Нашняя женщина здесь одна. Кто больше вызывает доверие, это быстрее обдура. И вот недобросовестные продавцы часто этим и пользуются. Итак, мы приступаем. Первый этап. Ребята, вам нужно будет сейчас, как мы часто делаем на рынке, просто выслушать каждого продавца и по его словам определить, домашние яйца или он обманывает. И отсеять одного, у которого, по вашему мнению, точно фабричные яйца, а не домашние. Исходя из слов, да? Да, да, только слова. Номер один, Костя. Подивиться на цей кошик, хлопцы. Кращих яйць вы на нашем базаре зараз не найдете, потому что курочка ходит на свежем воздухе, жует, клюет, точнее все, что она хочет, витаминчики, червячки, зерно, травичку свежую, а не те, что там комбикорм на паблице. Как вы можете доказать, что это именно... А подивись на внешний взгляд. Тут есть курочий послід. А можно и спачкать. Верните внимание, что на этих яйцах нет глянцевого такого близкого. И вообще курочий послід продолжает термин придатности яиц. Это не правда. Они дуже свежі. Як це не правда, вірте експерту. Конкурентка назвалась. Все, Костя, спасибо. Миша, давай. Не слушайте вы его. Посмотрите на эти яйца. Говори о своих яйцах, Михаил, как бы это ни звучало сейчас. Ладно, давайте о моих. Смотрите, какие они чистые, красивые, настоящие, деревенские. Ну, посмотри. Ну, отсюда же прямо цыпленок вылазит и зовет тебя крылышком. Это от моей кумушки, прямо из деревни. Она не использует комбикорм. Она их кормит только зеленушкой и зерном. Попробуйте, не ошибетесь. Отлично. Настоящие, экологически чистые яйца, а не то, что какие-то там обгаженные. Вот заливаешься з операционной яйцами. Вони дуже чистые. А теперь бородатый продавец. Я не знаю, кто вам там что заливает. Вы посмотрите сюда. Это яйца на привозе. Все знают, что правильные яйца только там. А почему такие одинаковые? Потому что курочки окружены любовью, заботой. Все яйца по бирже. Вы, ребята, как кулинары, сразу поймете, что вот такие яйца, это просто идеально для кулинарных шедевров. Сам фаберже, если он был бы жив, он бы, конечно, легко курил бы в стороне. Так что только эти. Вы хотя бы курицу в глаза видели, продавец? Ой, да. А что видели? Все. Сомневаюсь. Хорошо, пойдем дальше. Вот этот серьезный и большой. Посмотрите на меня, друзья. Видите, какой я сильный и здоровый. А почему я такой красивый? Да потому что люблю домашние яйца. Я изначально взял для себя курочек, несушек, их выращиваю. Я очень люблю такие здоровые, хорошие, качественные. На балконе выращиваю. Утренние завтраки. Моя жена просто обожает омлеты из натуральных домашних яиц. Поверьте мне, я говорю чистейшую правду. И кто в этом усомнится, будет занимать дело со мной. Все. Пока он не перешел к делу, мы переходим к еще одному продавцу. А Луся? Сынулечки мои, вы же знаете, что к празднику нужно покупать самые лучшие продукты. Вы посмотрите, я не буду голословной, я специально разбила одно яйцо, чтобы вы видели, какой же у нас тут тягучий белочек. Какой желтый желточек, а? Тетя Алла сходила, накормила эти курочек. Это яйцо из моей корзины, пацаны. Она специально одне купила, разбила. У этой женщины богатый базарный опыт. Тетя Алла кормила только хорошим кормом, только кукурузкой, никакой химии. Сыночки, поверьте, у тети Аллы самые лучшие яйца. Спасибо. А теперь проанализируйте ответы, посовещайтесь. Вот смотри, Женя, вот эти вот первые яйца, они, знаешь, вроде бы как в помете, вот я не спешил бы их убирать. Внушает такое, знаешь, доверие. Скажите, кто из этих продавцов точно продает фабричные под видом домашних? Мы считаем, что это Калинин. Вот этот бородач, повезет свои яйца назад на привоз, потому что уж очень они идеальны, вот как фабричные. И одинаковые. А это прям как настоящая фаберже, поэтому... Короче, простите, но самое сладкое вино. Бери свои яйца и чуть-чуть додом. А-ля у Людна Одесс. Итак, выбор сделан. По мнению Жени и Самвела, Сергей Калинин продает фабричные яйца под видом домашних. И это абсолютно правильно. А я говорила. Всех так рассчитываю. А теперь слово тебе, Сергей, потому что именно от наших экспертов мы будем узнавать секреты, которые помогут вам не ошибиться с выбором. Безусловно, у добрософестных хозяев сразу видно, что есть яйца побольше, есть яйца поменьше калибруются и, соответственно, не стоят по-другому. Но, конечно, идентичных абсолютно яиц домашних быть не может. А я к брыхаву, а я к брыхаву. А на твой базар. Сергей, спасибо тебе огромное. Это же была всего лишь роль. Да, спасибо, ребята. Иди ищи, кому продать эти яйца. Напоминаю, что среди оставшихся продавцов только у одного действительно домашние яйца. Сейчас у вас будет возможность, ребята, задать по одному вопросу каждому из продавцов. Причем это не должен быть вопрос. У вас яйца домашние? Да, вы их сами снесли. Почему вы так считаете? Какой-то вопрос, с помощью которого вы уточните, так ли это на самом деле. Один вопрос каждому. Поехали. Приступим к Константину и его продукции. Почему все яйца в помете? Потому что у других чище. Если после на яйцах, это свой родный знак якости. Эти яйца пришли в кошек именно из курника. Курочки там ходили ногами, лапами своими мускали. Бо якщо яйца занадто стерильні, то вони або с фабрики, або так оттирали вот эту позначку фабричную, что аж через... Молодчик, подождите, вы за свои рассказываете, за наши не надо. А что, у злодия шапка горит? Ну, то есть, я гарантую, что... У него знак кокачества на яйцах. Ответ на вопрос вы получили. Да. Вопрос следующему продавцу. У меня вопрос к Мише. Чего у тебя так много яиц? Самвел, что за вопрос? У всех же одинаково. О, адвокат адвоката. А это вопрос с подвохом. Миша у нас на подозрении. У меня куры легко возбудимые, они все время несут яйца. Перестань задавать такие вопросы, подходи и покупай, не ошибешься. Настоящие домашние яйца, смотри, какие красивые. Это такой ответ, понимаешь? Хитрый продавец, он подготовился и беленькие, и коричневые. Ответ получен. Следующий вопрос. Тимуру тоже такой вопрос. Вот почему яйца, они разного цвета? Коричневые, белые, одни с пометом, другие без помета. Художника Палитра. Ответ очень прост. Я лично выращиваю этих курочек. Они все разной породы, разных цветов. По этой именно причине они разного размера и разного цвета. И хочу сказать, я заметил вот такой вот момент. Те курочки, которые имеют белые ушки, преимущество несут белые яйца. А те, которые курочки имеют красные ушки, преимущество в большинстве своем, да. Я даже не знаю, где у кур ушки. Есть, вот здесь маленькие. Поэтому, друзья, поверьте, и давайте прямо сейчас, на глазах, на ваших, готовы разбить, выпить. Пока не начал есть, перейдем к Алле. Аллочка, у тебя в корзине на яйцах, на самой скорлупе есть такие, как шишечки. Знаешь, какие-то шершавые сверху. Что бы это значило? Цена целлюлит? Нет, дело в том, что благодаря правильному, рациональному питанию, а у меня курочки только так кушают, это кальций образуется. И вот получается, как нарост. Внутри яйцо, оно качественно, ценное, очень хорошее. Я, как настоящий продавец, это знаю. Обдумывайте и решайте, кто из этих продавцов продает фабричные яйца под видом домашних. У нас несколько кандидатов есть. Ну, запутались. Но нужно выбрать сейчас одного. Ну, мы выбираем Константина Грубича. Это нарисовано, это как цементом побрызгали, как этот дом шубу делают. Вы прави, потому что я перестарался, я аж занадто забруднил эти яйца. И звертайте увагу на разные крайности, что они аж занадто стерильные и очень чистые. И вот так, как у меня, они забруднены. Можете даже взяти серветочку, как сомневаетесь, и отчистить. Побачите после это, или просто какая-то багнюка, какой-то бруд. Яйца, которые специально забруднили багнюкой, для того, чтобы подумали люди, что они домашние. Вы можете с салфеткой взять и одно яйцо хорошенько птереть. Там будет знак какой-то птицефабрики. Вот честно. Аллочка, ради тебя я все могу. Пожалуйста. Да, пожалуйста, передайте. Так. Ну, посмотрим. Женя, покажи пальцем, мягкие вытерты. Вот это, да, вот это. Чем вы красили, Константин? Краска по ржавчине. О, Пензанда Винчи. Что, Е? О, я же говорила. А, все, маркировка, да. А Костяк делает что-то, вот я не знал, что там маркировка, а сам вымазывал. Итак, ребята, вы абсолютно правы. Костя, самый добросовестный из экспертов по выбору качества товаров, сегодня в роли недобросовестного продавца. Это не домашние яйца. Вы позорите наш товар, уходите, пожалуйста. Спасибо. Опа, свободней стало уже. Ребята, у нас третий этап. Я сейчас вам дам предметы, с помощью которых вы можете провести любые тесты для определения того, кто из этих продавцов продает фабричные яйца под видом домашних. Пожалуйста, чей-то приговор. Прошу передать четыре предмета. Калькулятор, денежная купюра, влажная салфетка и сантиметр. Вы можете подумать немножко, а потом провести тест с любыми яйцами, которые здесь есть. Вам нужно просто придумать один способ. Так, вот смотри, к чему тут калькулятор? Как нам калькулятор? Кальций магний высчитывать. Короче, протирать мы уже протирали. Может, это толщину? Нет. Размер имеет значение, но в этом смысле. Давай деньги возьмем. Давай деньги. Мы берем деньги. Ой, боже. Мы без этих причандалов разберемся, что у вас там с яйцами вашими. Как передавайте по салону. Итак, как вы собираетесь с помощью денежной купюры определить, у кого фабричные, а не домашние яйца? Мы покупаем одно яйцо у Аллы. Прошу вас. Продашь за десятку одно яйцо. Я еще и сдачу, да. Яйца у нее красивые. Вызывают доверие такое. Потому что одно открытое, мы уже видим по желтку. Хочется проверить любое взять и посмотреть, насколько эти глаза кажут правду. Давайте деньги наперед. Куда вы будете разбивать? А вот у нас есть пиалочка. Давай оце маленькое. Купите большое за 10 гривен. Не надо. В больших яйцах очень много воды. Ну что, давай. Разбиваем. А теперь дай оце яйца и посмотрим. В чем за мануха? Так. Вот посмотри. Это желтое, а это смотри. А это что же вы смотрите, почти желтое. Сок апельсина. Почти-то не почти. И что ты теперь скажешь, Аллочка, своими красивыми и честными глазами? Где ты позаимствовала? Полицию в студию, мошенница. Полицию не надо, я сама уйду. От Аллочки я так и не ожидал. Такими глазами честными. Хватит нападать на мою любимую Аллочку. Отдавайте сюда это и становитесь туда на место. А мы сейчас все выясним до конца. Заступается за свою Аллочку любому. Я напоминаю, что наши эксперты только выступают в роли недобросовестных продавцов. Итак, желтки в одной корзине разного цвета. Один бледнее, другой яркий. Причем яркий в разбитом яйце. Мол, смотрите, как все красиво. Да, вы правы. В этом и заключается весь фокус на рынке. Вы приходите и говорите, боже, это та тетка, она даже показывает, какие яйца в середине. А я это сделала все специально. Яйцо высокое, падает тень. Еще желтее кажется желток. Правильно, дайте, пожалуйста, я одно заплачу за него и разобью. И когда вы разбили и увидели, что желток этого яйца намного светлее, чем тот, который я вам показываю, это свидетельство того, что они просто-напросто росли на фабрике. Я их купила в вот таком вот лотке в супермаркете, сложила в эту красивую корзинку, рассказала вам сказку. А вы поверили, купили. Ну, у него корзина куда-то. Вот вам и третий секрет выбора домашних яиц. Я ухожу. Спасибо, Алла. Пойду кому-нибудь, может, в пару яйца эти. Я тебе впарю. Веселая яичница. Итак, Самвел, Женя, я вас поздравляю, вы дошли до финала. Три этапа пройдено. Мы узнали секреты выбора домашних яиц, но это еще не все. Сейчас начинается самое интересное. Осталось два продавца и две корзины с яйцами. Кстати, чем-то даже похожи. В обеих корзинах яйца разных цветов. Ну, вот сейчас вам просто нужно посовещаться друг с другом и вынести решение, кто здесь продавец настоящих домашних яиц. Когда я спросил у Присажнюка, где, значит, яйца у него так много, он начал, да ты не слушай, бери, вот не смотри, то есть ничего не обучили. Хотя яйца у него красивые, то есть и разные, знаешь, и разного размера, ну да, они глянцевые. Там, конечно, видно, что курица мучилась в родовых муках. И с кровоподтеками. Ну, то, что он, знаешь, говорит, что он пьет, ну, неужели обманывать таким святым? Мне кажется, у Мазура настоящие яйца, потому что они разные, они с пометом, понимаешь, и они не блестят. И они разного размера. Итак, вы считаете, что продавец настоящих домашних яиц сегодня это Тимур Мазур? Две секунды. Там пресса, вдруг мы проиграем пресс. Да, пасхальная корзина и не пустая. Ой, блин, господи, дай тысячи пять секунд. А ну, гляньте в глаза нам в последний раз. Друзья, сам, лопой ежедневно, по многу. На яйца смотрите, а не на глаза. Короче, мы выбираем Мазура, что у него настоящие яйца. И это абсолютно правильно! Боже! Корзинка, да, пасхальная? Так что, Мишенька, мы тебе предъявим обвинение. Встретимся в суде. Встретимся в суде. Давайте для начала выслушаем совет от Миши Пресижнюка, который оказался все-таки сегодня в роли недобросовестного продавца домашних яиц. Ай-яй-яй! Эти яйца не домашние. Сейчас еще один секрет, как выбрать на рынке настоящие домашние яйца. Я юрист, и я всегда не верю. Поэтому я стараюсь задавать массу вопросов. И когда человек действительно продает свой товар, когда он в нем уверен, человек сам тебе будет предлагать и разбить яйцо, и расскажет, чем кормит курицу, где они живут и как. Поэтому я еще раз напоминаю всем, кто идет за покупками, всем, кто хочет, чтобы его не обдурили, задавайте вопросы. Вы не просто отдаете кровные деньги, вы еще и несете это домой к своим родным. Не стесняйтесь вопросов, и тогда вас никто не обдурит. А я удаляюсь. Спасибо огромное, Миша. За ценные советы твои честные глаза. А я как прыхал натурально. А наш победитель, Тимур. Победитель. Победители, ребята, на самом деле вы. Как же здорово, что вы точно знаете все признаки, как выбрать настоящие домашние яйца. И еще один секрет по выбору качественного продукта от человека, который потребляет больше всяких яиц. Обратите внимание, что как я могу ежедневно стоять здесь на базаре торговать, да, когда же я этих курочек кормлю, когда эти яйца собираю, а когда я там за этим ухаживаю, когда я смотрю, чтобы это все было свежее. Итак, еще один секрет. Настоящие домашние яйца продавец, который появляется на рынке периодически, а не каждый день, потому что объемов куриных яиц на ежедневную торговлю у него просто нет. Спасибо огромное, Тимур. Я думаю, не уходи никуда, пусть эти домашние яйца тут постоят. А я за подарком. Божечки. С колбасками. Лежите нам, Надя. Божечки. Боже. Боже мой, ничего себе. Вы такие молодцы. Работали как команда. Не знаю, вместе ли вы будете отмечать праздник Светлой Пасхи, но как-нибудь с продуктами разберетесь. Я чувствую, будет хорошее праздничное застолье. А как будем делить? Мне вот это, а тебе вот два огурца. А ты на диете успокоишься. Какая диета? Ты шачокнуешься? Мы на сил хваты, Денис. Спасибо за эти советы, благодаря которым на нашем праздничном столе будут только качественные продукты и, прежде всего, свежие, домашние, натуральные яйца. Спасибо. Ой. Привіт. Я радий вас бачити тут, на Ютюбі. Якщо вам сподобалося, то залишайте свій коментар і діліться ним у соціальних мережах. А ще тисніть «Підписатися» і ви першими будете бачити нове відео шоу «Все буде добре». Субтитры подогнали Симон.